Возвращаемся в прямой эфир и отправляемся в гости к Алексею Журавко. Алексей Валерьевич, приветствую тебя. Приветствую тебя. Ну, объясни, пожалуйста, что же происходит такое вокруг России сейчас? Просто смотрим, диву даемся. Если спокойно, без эмоций подходить, то все как бы понятно, да? Когда идет охота на волков, зафлажили, огоньки где-то горят, где-то на номерах уже сидят охотники, но вот поджигают как-то системно, красиво и качественно. И ждут, когда же Россия где-нибудь огрызнется, ответит. Вот ты как политик, как народный депутат двух созывов, объясни, пожалуйста, а что Россия делает так, а что Россия делает не так? Тут и Белоруссия, и Нагорный Карабах, и вот в Молдавии сейчас начнется, и Донбасс полыхает столько лет, и все говорят, Владимир Владимирович, ну когда же мы наконец его признаем, этот Донбасс? Когда мы что-то сделаем такое, чтобы уже Украина перестала хотеть геноцидом заниматься? Ну, понимаешь, первое, что я тебе хочу сказать, нужно определиться. с кем мы вообще, ну как славянский мир, мы находимся и защищаем свой мир, или мы каждый сам по себе? Это первое. Второе. Конечно же я советовать Владимиру Владимировичу не могу. Мал и глуп и не видал еще, как он говорит, сам понимаешь. Я могу сказать за себя, вот то, что происходит вокруг России, ты правильно абсолютно сказал, медведя загоняют в угол, вот грубо говоря, выставляют флажки, выставляют, кто будет стрелять, грубо говоря, и поджигают вокруг для того, чтобы этот медведь не прорвался. Вот грубо говоря, как бы вот так оно получилось. Ну, в 2014 году, назовем так, произошел государственный переворот. Кровавый. Со смертями. Что фактически не только расколол строму, ну и привел к гражданскому конфликту. Многие в Украине не согласны с тем, что происходит. Так вот, Америка, Англия, ее сателлиты, они на сегодняшний день прочувствовали почву. Прокатило, как сжигают флаги российские. Один ляпас. Пойдем дальше. Начали убивать русскоязычных. И тех людей, которые вот это знамя все время держат в руках. Мы народ победитель. Начали ломать через колено историю других стран. Прокатило. Начали памятники ломить. Прокатило. Ну, ребята, раз они подставляют все время щеку, давайте дальше идти. Уже крушить, громить, пользоваться плодами того, что построил Советский Союз. И то, что люди построили. Грабить их так грабить. Правда, сейчас нет вот таких чингисканов, как называют, с копьями, которые сразу в ломовую идут. Сейчас это есть технологии, определенные 21 века. Они разные. Вот Россия становится как испытательный полет. Ну, подошли в Украину. Есть контакт. Теперь прокатило. Давайте Белоруссию поджигать. Ну, что-то с Белоруссией слабовато получилось. Ну, там же есть наш же провокатор, Пашиненок, как я называю, в Армении. Да? Давайте, глуснем оттуда, обратно вспыхнет. Ну, оно же там затихло, этот маленький инцидент. Ну, давайте. А, где у нас там выборы? Где у нас там что? Надо Армению поджечь. Это же там недалеко все находится. А перелететь же России невозможно, потому что Украина не дает. И вот так локальные вот эти очаги, они открывают, открывают. Они просто вонючую тушенку я назову. Открывают, открывают, открывают. И все это настроено против России. И чтоб оно воняло. А самое главное, они балдеют, когда Россия не может потратить деньги на, допустим, создание какого-то ноу-хау, каких-то ракет, какие-то машиностроения какое-то поднять, собственных ученых развивать и так далее. Ну, сам понимаешь, они тратятся на решение гуманитарных проблем. Ведь Донецке гуманитарная катастрофа во всех направлениях, если так рассматривать. Плюс война-то идет. Но теперь, ребята, надо запустить еще Турцию. Я почему-то не верю, что Турция определенные вещи не согласовывают с Америкой. Я думаю, что она согласовывает все-таки действия. И у Эрдогана уши замечены кое-где. Я не думаю. Вот это личное мое мнение, что дыма без огня не бывает. Слишком так они быстро яро накинулись на Армению, на Горный Карабах и так далее. И вот я тебе хочу сказать свой личный момент и мое мнение. Донбасс вспыхнет. Вот это выступление Зеленского, ты не хотел его трогать. Но я тебе так вкратце скажу. Там есть моменты, и я два раза прослушал, которые говорят, что Украину готовят к войне. Пусть не в прямую с Россией, но с Донбассом. А это та же самая Россия, ведь там паспорта выдают, да? А теперь смотри, как интересно происходит. Тут же и Польша вдруг начала бубутеть. В Польше начали рассказывать, кого поддерживать. Понимаешь? Вот. Средства массовой информации в Украине начала тоже по Горному Карабаху часто проходить. Кто же может быть виноватый в том, что война может быть не закончится. Обратно уже пролетает Россия. То есть где бы она бы в России не находилась и что бы она не делала, мы видим одно. Она во всем виновата. Так вот я хочу то, что я рассказал, подбить. Как говорится, точку жирную поставить. Уже хватит им улыбаться. Ничего не получится у вас. Ни россияне, ни руководство России все еще впереди. А это все идет к войне. Надо уже останавливать. Уже надо определяться. Поэтому как бы вот мое личное мнение. Надо заканчивать с либералами. Надо заканчивать с пропагандонами. Надо заканчивать с теми людьми, которые сегодня сеют вражду. Надо уже сегодня определиться по тому самому Навальному. Ну толку, что возбуждены уголовное дело. Да подождите, он предатель. Почему Украина на журалка лос измену меняет, потом предатель меняет, потом мне 109-ю, 110-ю статью шьют. А вы ничего не делайте. Он призывает к разрушению страны. Приведем живой пример. Белорусский президент, Белоруссия возбудили уголовное дело против этой дамы, домохозяйки, как ее там называют. Возбудили. Возбудите против него. Плюс еще ложь. Второе. Если он сбежал, вы его обязаны лишить гражданства. Потому что он перешел все мыслимые и немыслимые границы. Он в оскорбительной форме унизил Путина. Обвинил его в отравлении. Новичок. Почему ж ты желторотик, писающий там в Германии, не рассказываешь, где Ющенко лечился. Ты ж там был. Почему ты? Это ж РТ был. Расскажи, а где ж анализы пропали. Что-то Ющенко живой. Вот примерно так. Ну а теперь более конкретно. Вот кто такая Меркель? Позорная бабушка, предавшая обратно свою страну. Лягла как последняя под Америку. Ну подождите, я поступал бы жестко. У нас твой бизнес. Ты Навального принимаешь. Ты принимаешь ту дуру. Ребят, заканчивай. Санкции хлоп под национализацию. Она быстренько там запищит. Вот только сделай заявление. Быстро запищит. Потому что ее фермеры прижмут к стенке. Сколько на Мерседесе здесь работает людей? На ее совместной компании, на сборочном. Сколько Мерседесов в России покупает? Сколько Вольсвагенов покупает? Да хватит уже баловаться. Вы позволяете унижать целую страну. Позволяете оскорблять Владимира Владимировича Путина. Позволяете лезть внутренние дела Российской Федерации. Но хватит. Если так дальше будем мямлить, будет то же самое, что в Украине. Домямлился Виктор Федорович Янукович, который предал весь народ, предал свой Донбасс и где-то там сидит молча и хлыскает вместе со своим Захарченко Виталием, который рассказывает какой он герой, как он в Донец зайдет, я как читал эту статью в шопе. Так вот от таких псов позорных надо избавляться. А вообще-то я вспомню тебе один случай, покажите еще наяву. У вас же Дромиловский суд состоялся? Государственный перевод уже состоялся? Вы подтвердили, классифицировали юридически, что состоялся? Так, кто нарушит Конституцию? Домашний арест. Кто там ездит, рассказывает, что он готов свидетелем быть в прокуратуре? Там, Давид Жвани или еще кто-то. Придите, вот есть, пишите заявление, Россия примет, суды рассмотрят и пожалуйста, и каждый должен получать по заслугам. А знаешь, сколько готовы освидетельствовать то, что происходит в Донбассе? Очень много людей. И принимайте решение, не возбуждайте уголовное дело. Там, СКР возбудило уголовное дело. Трех это все. Трех. Надо заканчивать. Возбудили уголовное дело по Донбассу, сразу суд состоялся. Пока не спустя здесь или в Донбассе, но есть принято решение. И чтоб Европа видела, что Россия не балуется, что она не позволит этот весь разврат и беспредел творить у себя на территории. А теперь по поводу Крыма. Летают эти беспилотники. Там Эрдоган что-то сказал, что мы будем не признавать Крым. Да и не признавай. Но мы будем какую-то империю новую под Херсоном. Че-че? Ты там рассказываешь о чем? Эрдоганчик, а ну остановись. Ты помнишь тебя тогда-то, тогда-то? Кто тебя оставил во власти? Мы теперь заканчиваем вот это, вот это, вот это. Ты сам напросился. Ты там угрожаешь перекрыть канал? Ну смотри, появится три канала. История подтверждала это, да? А ты посмотри, как израильтяне поступают. Попробуй, пусть кто-то израильский какой-то политик там где-то в Европе или еще где-то будет говорить. Санкции на Израиль введите. Прекратите деньги давать, финансовую помощь. Закрываем все. люди, выходите на забастовку. Поверь мне, Моссад тут же выскочит и зачистит мгновенно. Вот что призывы называют. До каких пор мы эти ужасы и издевательства будем терпеть? Разных навальнят и разное трепе. До каких пор мы будем смотреть в одно место, то как и на Европе, когда она от нас все сосет. Лес перерабатывать мы должны у себя, а мы его везем туда. Они перерабатывают и нам за три доллара передают. Подождите, мы переработаем, а вы покупаете. Вы же Мерседесы свои построили, отправили сюда, мы их собрали. Так почему мы получаем конечный продукт, а вы не хотите конечный продукт? Полуфабрикаты получаем. Следующее. Если вы с Макроном смерти играете двойные стандарты, то они переживают, то они не переживают, а теперь уже говорят, ну мы же не можем повлиять на минские соглашения. Ну вы же приняли чучелы огородные. Ну давайте их накажем. Ну вот моя уже позиция. Мне надоело молчать, терпеть. Не все равно даже если мне уже завтра отправят туда, в эту Украину. Я говорю, как оно есть. Уже надоело. Уже надо спасать свой славянский большой многонациональный мир. И забирать Армению, и Азербайджан, и Украину. Но последнее теперь хочу сказать. Они только тогда начнут эти гаденыши отступать. Европейцы и американцы. Когда мы Украину назад вернули. И тогда все успокоится. Вот увидишь, это первый форт из Донбасса мы должны пойти на Киев. Не лякнуть. Вот и все. Алексей Игоревич, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо тебе огромное. Очень рад был послушать. Многие зрители наверняка поддерживают то, что ты говоришь. Не только ты устал молчать, не только у тебя нет сил терпеть, глядя на весь этот западный беспредел и на то, как мы тихо, не спеша пятимся. Хочется все-таки начать контратаковать. Это желание большинства нормальных людей, нормальных граждан, в том числе и России. Спасибо еще раз огромное. Победа будет за нами, я уверен. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавка и программа «На самом деле». Ненадолго вас покинем, скоро вернемся и продолжим. Пока.